Так, ну-ка иди сюда. Найти в такой огромной клетке маленького зверяка довольно трудно. Да это и не клетка, правильно? Жильё для хомяка. И у него особые стандарты. Размер не меньше, чем 40 на 60. Большое колесо внутри и керамический домик. Именно такие хоромы подходят к грызуну. На другие он не согласен, начинает капризничать. Мусорить, шуметь, грызть всё подряд. Такое поведение и становится главной причиной, почему хозяин избавляется от животного. Те, кто хотят сдать именно своих, они именно сдают. В среднем это такой класс ниже среднего. Такие мамочки с детьми, которые обозлённые на весь мир. Они не ценят животное. Для них не представляют жизнь ценности. Это такая как бы что-то, мышь, которую можно вот так вот... В приюте живут хомяки, которые когда-то попали в трудную жизненную ситуацию. Но вот если разобраться, то любая жизненная ситуация для хомяка трудная. Трудная. Ведь если он останется без попечения человека, то зимой он погибнет за несколько часов, а летом за несколько дней. Дарья с радостью отдаёт хомяков надёжные руки. При одном условии – предоставить фото будущего жилья зверька. Освобождённое место будет занято в тот же день. И это ещё одна спасённая жизнь. Да, маленькая. Да, недолгая. Но жизнь, которая бесценна. Есть люди, которые берут именно старичков, чтобы они дожили. Чтобы хотя бы в конце жизни хомячок пожил с хозяином, любимцем, а не среди больше сотни хомяков в приюте. За два года 200 хомяков обрели дом. Впрочем, почти столько же его и потеряли. Приют не пустует. Невский хомячок – единственное в России пристанище для щекастых грызунов с небольшим филиалом в Москве. И хомяков привозят со всей страны. Силы добра и зла на этом этапе уравновешены. Кто-то плохой выкинул, кто-то хороший подобрал и доставил в приют. Дарья Фролова за грызунами ухаживает, кормит. При необходимости возит на КТ. Иногда по ошибке ей подбрасывают и декоративных крыс. Дарья позаботится обо всех. Иначе она не умеет. Наталья Славова, Иван Славов. Ремия Ямала. Санкт-Петербург.